всем добрейшего времени суток сегодня нас по плану меркотину зато посмотрим что-нибудь может найдем интересного сегодня солнечная погода отлично очень даже жарко так мы приехали меркотина у зато на улице весомалия так и называется сомалия если кому интересно я уже много раз говорила что таких магазинов очень громко играет музыка поэтому я озвучиваю уже после как снимаю видео я сначала пошла в одежду в аксессуары хочу посмотреть новые очки себе для со от солнца мне понравилось вот эти туфли manolo blani красивые видите есть платки последнее время стала фанатом солнцезащитных очков и все время в меркотина высматриваю себе какие-нибудь интересные модели но кстати на сайтах бывают интересные модели можно купить по дешевке именно чем я занимаюсь нашла себе вот миссони хочу приобрести ну а сейчас вам показываю то что есть магазине вот такие мужские туфли сальватор и феррагама мне очень понравились красивые замшевые но к сожалению это большой размер 44 45 и конечно нам они не подходят и еще расскажу и по-моему уже говорила сто раз повторюсь еще в таких магазинах конечно завышенные цены сейчас я вам вот покажу кое что дальше на это просто вещи развешанные по цветам как так вещам я отношусь достаточно ровно далее идет обувь вот здесь стоит только именная обувь данном случае вот босоножки по моему если не ошибаюсь миу миу вот такие и дальше сальватор и феррагама и мне понравились вот эти валентина ну как видите цена на них немалая почти 300 евро и конечно же ну я за такую цену покупать не буду хотя бы с ножки мне понравились вот тоже в инвест тут но они резиновые симпатичные но резиновые опять сальватор и феррагама что еще вот такая сумка симбай хлоя и кстати тоже я считаю по завышенной цене для душного товара вот такой вот циквояжик ноунейма это вот марк джейкобс далее сумки но в этот раз кстати обуви было не слишком много у меня последний момент время извините пункт на какую-то красную обувь я приехала найти что-нибудь красное интересное я решила что к моему платью леопардовому обязательно подойдут красные туфли вот такая сумка интересная кстати у меня есть наподобие такая лежит я не знаю что с ней делала делать я купила за 1 евро и вот теперь она мне лежит далее футболки вот такая вот футболочка барбари барбари бёрбари сумки много неплохих сумок но мне к сожалению не нужно а для перевод даже конечно это вообще не годится кстати на улице потеплело и шубы убрали вот единственная шубка висит я вам попозже покажу которая осталась в этом магазине раньше было их много сейчас их уже почти нет вот такое интересное платье я выкрутила комбинезон вот тоже неплохой вечерняя но мне не очень нравится вот такой вот лиф на платьях он не не всегда выигрышно и красиво смотрится вот такое зеленое платье непонятной формы дали опять витрины опять сумочки кошелечки и платочки одежда настолько много что конечно времени не хватит перебирать каждую в отдельности потому что такие рейлы стоят не только здесь но вот и чуть повыше я подошла очень много одежда и она она разрешена достаточно плотно так и повторю что очень сложно даже просто передвигать плечи здесь уже такая обувь попроще и в основном шерпотреб старенькая и по хотя цены немалой такая ля сумка косметичка здесь конечно вы не купите что-либо за 5 за 3 евро здесь цены начинаются минимум минимум с восьми Ну, это еще надо так попасть и найти, знаете Ну, бывает, конечно, обувь какая-то старая, которая лежит по 5 евро Вот сумка мне понравилась, интересная, кстати, недорогая Очень мягкая кожа, но я ее как-то покрутила и тоже оставила Забегая наперед, скажу, в этот раз я ничего не купила Хотя очень старалась найти что-нибудь интересное, необычное Но, к сожалению, для меня ничего интересного так и не нашлось Я мерила пару туфель, но они все на меня сели не очень хорошо Вот такая юбка непонятная, многослойная капусточка Такие туфли интересные Бывают дни, знаете, обойдешь 2-3 меркату и ничего интересного не найдешь А бывает так, вот я в Сен-Лоран отойду от темы А бывает так, что приезжаешь и сразу в одном меркотина много чего находишь интересного Как вот в прошлый раз, если вы помните, я купила себе 2 пары туфель и рубашку Осталась очень довольна своими покупками, ношу с удовольствием Здесь, видите, все такое достаточно старенькое, заношенное и не очень интересное Конечно, есть модели на вкус и цвет товарища нет Еще раз повторюсь, есть из чего выбрать, очень много всего Вот, например, такое платье интересное оранжевое Еще скажу, все зависит от размера Если у вас 37-38, то, конечно, вам удастся что-нибудь интересное найти А если у меня 39-39,5, то это уже более проблематично Вот я меряю вот такие вот босоножки Они очень высокие, я их оставила Дальше мы переходим в отдел с мебелью Как ни странно, но в этот раз тоже осталось какое-то все такое не очень хорошего качества Ну вот единственное, кресло-качалка мне приглянулось Коврики сложены в стопочку аккуратно И дальше идем к мебели, к комодикам, к столикам Вот этот комод понравился Масима Он мне прислал фотографию, говорит, пойди посмотри Ну, да Мы с мамой ходим друг за другом кругами по магазину Она смотрит то, что ей интересно, я смотрю то, что мне интересно Как видите, здесь все как-то в этот раз заставлено Непонятно, вроде мебель Тут сразу идут мужская одежда Кстати, вот эти коврики, которые лежат на полу Они тоже продаются Если вдруг что Не знаю, что комментировать дальше Просто смотрите Я вам покажу то, что вижу сама Пока ничего интересного больше не нахожу Маме понравился вот этот диван Кстати, она все время хочет Последнее время купить диванчик И отправить их в Украину Ей нужно срочно такой диванчик в коридорчик Чтобы было удобно обуваться Ну, тут их два и со столом И они прилично стоят А мне приглянулся вот такой ротанговый Но, к сожалению, он очень большой Широкий, достаточно длинный Здесь, кстати, поменяли экспозицию Сделали вроде как небольших комнаток Чтобы было понятно, как выглядит мебель Далее вернулись к посуде Может, что-то найдется Удастся найти Вот такой пувшик симпатичный Вот такой необычной формы Что здесь еще? И рядом полк с обувью и сумками Вот такие вот живанши Видавшие виды 50 евро Ну, потому что живанши Двигаемся дальше Вот такая конфетница И вот еще одна конфетница Они достаточно тяжелые И очень большие Широкие Вот я хотела посмотреть на эту вазу Подошла поближе, но она дорогая Красивая лампа Хрустальная с ангелочками Абажур, конечно, можно заменить А лампа очень даже интересная Что это? Это просто маленькая вазочка Кувшины графины Далее посмотрим что-нибудь В деревянных изделиях Но здесь, с одной стороны, видите, еще стекло А с другой стороны деревянное Дерево Пепельница или конфетница Скорее всего, пепельница Там есть такая выемка для сигаретки Бутилка Вот такой, кстати, антипасту Я ее долго крутила Но, тем не менее, оставила Все равно стоять в магазине Не совсем поняла ее функциональность Вроде написано антипасту Тут нужно класть орешки, оливки Но, тем не менее Мне кажется, маловато она Вот такая вот леечка Хотела найти хлебницу Вот нашла Совершенно обычная Деревянная Но мне такая не подходит Мне нужна хлебница Как говорится, поворот С подвы под вертом Это слишком просто Кстати, в этом магазине Масева для папы Купил электронный калькулятор Я обманула Сказала, что мы здесь ничего не купили Купили за 3 евро Такой, знаете, как касса-калькулятор Который считает И одновременно печатает На определенный чек Не знаю У нас таких машинок Я не помню В Украине Но здесь это 90-е Ой, 70-е 80-е годы Так как папа нам поломалась Масима купил новую Вот такая вот штучка Для бутылки Кстати, она новая Видно И достаточно прилично стоит Подставки под стаканы Что это? А, вот это ложка, кстати Для обуви Очень классная ложка Такая достаточно громоздкая Тяжелая Хорошего качества Но прилично дорогая Я ее не взяла Хотя очень хотелось В металле, как вы видите Тоже особо ничего интересного Единственное, вот есть Чуть дальше стоит Огромная крышка Сейчас я к ней подойду поближе Здесь просто вот такая Подставка для хлеба Бывают поинтереснее Это совершенно обычная Тоже еще одна леечка И вот внизу стоит крышка Большая, тяжелая Это для каких-нибудь Горячих блюд Может быть для курицы Может быть для рыбы Ну, очень уж большая Далее бокалы Стаканы Рюмки В ассортименте Ну, как видите Ничего такого сверхъестественного Необычного нет Вот эти интересные формы Тяжелое дно Ну, очень уж тяжелое Мне кажется И с них пить не очень удобно Такие вот зелененькие И вот это вот Последний в ряду Целый комплект Видите, их достаточно много Я так понимаю Для вина, для воды И для шампанского Для просеку Вот тут уже идут сервизы Кастрюльки Я подошла сюда Мне понравились Вот эти подсвечники Они обычные Вот такие тоже Неплохие бутылки Но у меня, к сожалению Бутылок много Так что пока хватит На этом все Буду заканчивать Всем удачи Хорошего настроения До новых встреч Пока